21 марта весь цивилизованный мир отмечает День поэзии. Учрежденный ЮНЕСКО праздник напоминает людям об этом великом и простом, полном тайны, открытом для каждого искусстве. Празднование этого дня в России говорит о том, что интерес к поэзии в нашей стране все еще не ослабел. В российской культуре поэзия традиционно играет серьезную роль. На пушистых ветках снежную каймой Распустились кисти белой похромой И стоит береза в сонной тишине И горят снежинки в золотом огне А заря лениво, проводя кругом, обсыпает ветки новым серебром. Необычное мероприятие было приурочено ко Всемирному дню поэзии. Таким образом, сотрудники Центральной городской библиотеки решили напомнить жителям города об этом празднике. Подобную акцию библиотека проводит ежегодно. Основная цель — приобщить людей к поэтическому искусству. Подобные акции мы проводим ежегодно. И у нас уже стала традицией Всемирный день поэзии отмечать вот таким образом. Выходить на улицы города и радовать жителей. И приобщать их к чтению, к поэзии. Грожане читали наизусть любимые стихи, узнавали по фотографиям знаменитых поэтов. И получали за это сладкие призы. В акции участвовали как юные, так и взрослые кумертаусцы. Это же для народа писали. Такие одаренные люди были. Очень положительно. Хорошо, что они были, существовали. Это ведь разы... Сейчас вот у детей спросить, никто про них ничего не знает. Ну, я очень хорошо отношусь к поэзии. Сейчас уже, может быть, у меня немножко другие пристрастия, скажем, это по молодости, конечно, у нас другие были. Мы там и Пушкина, вот эти у нас... Лирика вот эта наша была совсем... Есенин, да, да, да. Ну, а почему шоколад дают, как думаете? Наверное, связано с работой мозга. Наверное, так, да, сладкое способствует все-таки, чтобы наши эти клетки какие-то там не замирали, а все-таки работали. Акция поэзии в шоколаде вряд ли оставила равнодушными кумертаусцев, принявших в ней участие. Ни один человек не стал отказываться и вспомнил хотя бы несколько стихотворных строк.